Иногда родители с удивлением отмечают, что их новорожденный кроха или грудничок может плакать даже во сне. Не просыпаясь, малыши хнычут и вскрикивают, вздрагивают, просыпаются и снова засыпают. Опасаясь самого страшного, родители начинают искать ответ на вопрос о таком поведении в медицинских справочниках и интересоваться мнением детских врачей. Однако повода для волнений нет. О том, почему ребенок плачет во сне, мы расскажем в этом видео. Спонтанный плач малышей во сне называют физиологическим ночным плачем. О болезни он свидетельствует редко. Обычно такое поведение ребенка связано с обилием новых впечатлений, полученных в течение дня. Новорожденные и грудные дети не умеют выразить свои эмоции иначе. Они не могут рассказать, пожаловаться, попросить о помощи. Единственное доступное для них средство коммуникации – это громкий плач. Нервная система и двигательные функции малыша еще недостаточно развиты. Любое изменение импульсов, проходящих по сложной системе нервных сплетений, способно вызвать плач. У ночного ора во сне чаще всего именно такие причины – особенности нервной организации младенца. Ничего опасного, страшного, тревожного в этом нет. По мере роста малыша его нервная система будет крепнуть, восприятие развиваться. Он научится выражать свои эмоции улыбкой, мимикой, жестами, а потом и словами. Приступы внезапного ночного плача прекратятся. Еще одна вероятная причина физиологического плача во сне – это переход от быстрой фазы сна к медленной. Даже у взрослых людей такой переход может сопровождаться появлением ярких сновидений и непроизвольным пробуждением, что уж говорить о грудничках. Да, им тоже снятся сны, причем, по мнению детских врачей, сны младенцам снятся еще в материнской утробе. Тревожным и неспокойным сон малыша может стать последневных впечатлений. Если в доме было много гостей, если ребенку было оказано много внимания, если он устал перед сном, то с большей долей вероятности сон его будет весьма неспокойным. Психологи указывают еще на одну возможную причину ночного рева во сне – на психологическую потребность ребенка в защите. За 9 месяцев, проведенных в материнской утробе, кроха привык чувствовать себя защищенным, окруженным мамой. После появления на свет это чувство надежной защиты несколько пошатнулось, ведь мама теперь не постоянно рядом, и иногда ее приходится громко звать. Кратковременный ночной плач всхлипывания могут быть своеобразной проверкой родителей, на месте ли они, рядом ли. Если на писк мама бежит, то малыш может спокойно засыпать дальше. Именно поэтому наиболее удобно в первые месяцы разместить кроватку во взрослой спальне. Малыша иногда достаточно погладить во сне по спинке, и он успокаивается и спокойно засыпает снова. Нормальный физиологический ночной плач не бывает продолжительным, истошным, громким, настойчивым. Он носит более спонтанный характер, не повторяется в одно и то же время. В применении успокоительных средств и в обследовании он не нуждается. Если ребенок просыпается и начинает требовательно или резко плакать во сне, то стоит рассмотреть иные причины такого поведения. Хныкать и кричать во сне малыш может не только из-за возрастных особенностей нервной системы, но и по ряду других внешних и внутренних причин, которые обязательно нуждаются в вмешательстве родителей. Голод. Новорожденные и груднички примерно до 6 месяцев испытывают физиологическую потребность в ночном кормлении, а то и не в одном. Поэтому пробуждение и настойчивое требование еды вполне нормально до определенного возраста. Такой плач отличается настойчивостью. Ребенок, который проснулся от голода, не успокоится и не уснет снова, пока не получит то, что ему нужно. Выход прост – накормить и снова уложить в постель. Дискомфорт. Неудобная постель, тугое пеленание, раздражающая одежда – все это поводы для ночного пробуждения и требования изменить обстоятельства. В этом случае пробуждение будет не резким, постепенным. Сначала малыш начнет хныкать, во сне тужится, возится. Постепенно плач станет более настойчивым. Сам по себе кроха не успокоится. Нужно проверить, не натирают ли ему швы одежды, не затекли ли у него ручки в пеленке, которую туго завернули, нет ли на матрасе выступов ямок неудобных складок. Вопрос пеленания – дело выбора семьи. Но вот одежда должна быть обязательно бесшовной и шитой из натуральных тканей, которые не раздражают кожу. В идеале ребенок должен спать на жестком матрасе без подушки. Неподходящая температура и влажность. Постепенное и плавное пробуждение с переходом от сонного хныканья до громкого крика может говорить о том, что ребенку жарко или холодно. Проверить это просто. Если затылок малыша потный, значит родители перестарались с обогревом помещения. Если ручки и носик холодные, значит карапуз замерз. Для того, чтобы крохи спалось комфортно, следует поддерживать определенную температуру не выше 21 градуса тепла и определенную влажность воздуха 50-70%. 20 градусов на комнатном термометре могут показаться слишком прохладными для взрослых. У детей же иная терморегуляция. Они чувствуют себя при такой температуре очень комфортно. А слишком сухой воздух приводит к пересыханию слизистых оболочек органов дыхания. В результате малышу не только становится труднее дышать, но и повышаются риски возникновения респираторных заболеваний. Мокрый подгузник. Залог крепкого ночного сна – это хороший и качественный подгузник, который будет выдерживать минимум 8 часов. Однако выделительные способности у кроха разные, к тому же малыш может сходить в туалет по большой нужде. Пробуждение и плач в случае мокрого или грязного подгузника обычно случаются не чаще одного раза за ночь. Следите за тем, чтобы подгузник был не только сухим, но и удобным. Не жал в боках и складках кожи, не болтался и не натирал ребенку кожу. Боль. Плач при ощущении боли трудно перепутать с другим. Боль у детей связана с криком на уровне рефлекса. При острой боли малыш начинает кричать истошно и резко сразу просыпается, его сложно успокоить. Так случается, например, при отите, при кишечных коликах. Если боль носит ноющий или тупой характер, ребенок в целом плохо спит. Просыпается почти каждый час, плачет жалобно, протяженно, иногда монотонно, порой до конца не просыпаясь. Такое бывает при прорезывании первых зубов, при повышенном внутричерепном давлении, которое вызывает головную боль. Физиологический ночной плач обычно исчезает сам по себе, когда грудной ребенок дорастает до 4 месяцев. Нервная система пятимесячного малыша уже более устойчива, хотя сильное переутомление способна вызвать нарушение сна и у них. Чтобы улучшить сон младенца от одного месяца и старше, следует помнить, что режим дня для крохи имеет очень большое значение. Днем кроха должен достаточно времени проводить на свежем воздухе. Все новые впечатления, игры и знакомства следует сместить на первую половину дня. Вечером ребенок не должен общаться с большим количеством незнакомых людей. На пользу пойдут приглушенный свет, тихие голоса, общий укрепляющий массаж перед купанием. Если кроха плохо спит, родители могут попробовать проводить купание в прохладной воде по методу доктора Евгения Комаровского. Нельзя перекармливать ребенка, поскольку это тоже распространенная причина беспокойного сна по ночам. Предпоследнее вечернее кормление лучше, чтобы ребенок не наелся досыта, но в последнее, которое завершает все вечерние процедуры, нужно накормить ребенка вдоволь, но не избыточно. В проветренной комнате с увлажненным воздухом чистый и накормленный ребенок будет спать значительно крепче. Еще одна причина, по которой малыш может плохо спать ночью, это избыточный дневной сон. Новорожденный в норме спит до 20 часов в сутки. Нужно составить режим таким образом, чтобы на ночной сон уходило не менее 12 часов. Остальное время можно дробно распределить на дневной отдых. Если наладить режим не удается, следует не давать ребенку спать днем. Обычно трое суток столь решительного и жесткого поведения взрослых вполне хватает, чтобы режим встал на место и малыш начал спать ночью. Другие причины ночного плача тоже достаточно легко устранимы. Голодного кроху надо накормить, сырого переодеть. Сложнее всего помочь малышу при болезненном ночном крике, поскольку трудно понять, что именно у него болит. В этом родителям поможет небольшая шпаргалка. Ребенок кричит, постоянно тужится, поджимает ножки, у него вздутый и жесткий живот. Дело в коликах. На животик можно приложить проглаженную утюгом теплую пеленку, сделать легкий массаж вокруг пупочка по часовой стрелке, дать боботик или эспумизан. Обычно колики являются физиологической неприятностью, которая сама проходит, когда ребенку исполняется 3-4 месяца. Ребенок всхлипывает во сне, а затем просыпается и резко кричит, заходится. Причина может крыться в воспалении среднего уха. Отит случается с грудными детьми довольно часто. Проверить это просто. При нажатии на козелок боль усиливается, и ребенок начинает плакать еще сильнее. Если из ушка не выделяется гноя, крови и другой жидкости, можно закапать отипакс, дождаться утра и вызвать врача. Если выделение есть, капать ничего нельзя, следует не ждать до утра и вызвать скорую помощь. Ребенок хнычит во сне, беспокоится, но не просыпается, а если и просыпается, то не перестает плакать. Возможно, причина такого поведения кроется в прорезывании зубов. Чистым пальцем следует проверить десны малыша. Если имеются бугорки, болезненные на ощупь, то стоит воспользоваться одним из стоматологических гелей, разрешенных по возрасту. Они несколько облегчат состояние ребенка, и он сможет уснуть. Вялый плач во сне, похожий на нытье, который продолжается долго и повторяется по несколько раз за ночь, должен насторожить родителей. Если при этом у ребенка родничок выглядит вздутым и напряженным, вполне возможно, речь идет о повышенном внутричерепном давлении. Обязательно нужно показать ребенка врачу. Ребенок хорошо засыпает, но часто вздрагивает во сне, плачет эпизодами по семь раз за ночь, будет сам себя. Причина такого поведения может крыться в психологическом дискомфорте. Обычно такое наблюдается в семьях, где много скандалят, ссорятся, кричат. Малыши все чувствуют, просто еще не могут ничего сказать. Кроме того, они получают с материнским молоком кортизон, гормон стресса, если мама сильно нервничает и переживает. Выход один – перестать нервничать маме. И еще несколько полезных советов. Ночные приступы плача всегда имеют причину. Но если новорожденный обычно плачет только по физиологической необходимости, голод, жажда, холод, то двухмесячный малыш уже достаточно эмоционально развит, чтобы плакать среди ночи по поводу страшного сна, пугающего ощущения одиночества. К каждому конкретному случаю родители должны подходить с учетом индивидуальности и возраста своего малыша.